привет зритель сегодня я расскажу тебе о мотоцикле jumper fx 125 чуде китайского автопрома и мы покатаемся по осеннему лесу и расскажу свои впечатления о пользовании мотоциклом два сезона купил я его в прошлом году откатал 200 летний сезон и в этом году катал пол летнего сезона но в этом году я себе купил уже мотоцикл ктм двухтактный и большую часть времени катался на нем но про этот мотоцикл тоже не забыл расскажу теперь немного о его особенностях это четырехтактный мотоцикл объемом 125 кубиков с воздушным охлаждением имеет четыре передачи колеса 21 у него и передние и задние также этот мотоцикл не имеет сцепления здесь стоит автоматическое сцепление типа реклюз которая сама включается то есть у него на ручках тормоза это получается на задний тормоз здесь передний тормоз газ из приборов тут ничего нет только замок зажигания фара включается автоматически и также есть кнопка kill switch ну сказать про подвеску это ничего не сказать здесь продвески практически нету очень жестко на нем ездить сидя практически нет амортизации такой хитрый тут маятник интересный сделан но в целом вы стоя на нем ездить можно отдельно про систему впуска здесь стоит карбюратор обыкновенный китайский и также стоит фильтр нулевого сопротивления я вот тут занялся тюнингом и отдел вот такую вот сеточку на этот фильтр потому что с тем фильтром которые штатные ну конечно же ездить по грязи и пыли невозможно он быстро забивается и соответственно мотоцикл теряет тягу в целом больше никаких модернизаций я здесь не проводил после первого сезона я поменял цепь так как цепь растянулась и поменял руль потому что руль сломал в первом же сезоне на первых же покатушках вот и теперь самого фирменного что можно увидеть на этом мотоцикле это конечно же руль рентал все остальное это китай напомню это производство китай 125 к как заявлено по паспорту 9 лошадиных сил а напоминаю что здесь нету электро стартера здесь только kickstarter аккумулятора нет вообще здесь заводится он очень просто включаем подсос а и и и и и и Кататься мы сегодня будем на трассах, построенных гриппировкой Хартендура Камчатка. Здесь есть в лесу около шести трасс, что они закончены. То есть разная степень сложности с подъемами, со спусками, со врагами, с ручьями, с речками. Сейчас мы приехали на тренировочную трассу, называется Trail Track. Она километровая, обычно мы сюда приезжаем, по ней катаемся несколько кругов, разминаемся, а потом ездим уже на более серьезные маршруты и уже оттачиваем маршруство именно там. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, прокатился я три круга по Trail Track. Мотоцикл такой грязненький, стал сейчас потренируемся восьмерки делать, а потом поедем дальше. Приехали мы на начало трека шестерка называется, шестерка потому что шесть километров. Трек проходит по маршруту горка с горки, то есть заезжаешь в горку, рядом спуск, потом опять в горку и так шесть километров. Степень сложности скорее всего такой медиум, но вот на этом мотоцикле я заезжаю только в первую горку. А все остальные горки приходится проезжать траверсом, то есть прямо он их не берет, потому что нет каких-то чудес, просто не хватает мощности. Поехали посмотрим. Да, напоминаю, сейчас в лесу, недавно у нас прошел снег на днях, он частично растаял, но очень грязно и нет зацепа. Ну короче чудесный бывает, действительно очень скользко сейчас в лесу и заехать на нем не получится, потому что этот мотоцикл едет только зацепом, то есть мощности у него не хватает, чтобы там на буксе пройти горку, он только зацепом едет, а если нет зацепа, соответственно он никуда и не едет. Ну ничего страшного, поедем покатаемся по более легким маршрутом, посмотрим джампер в деле, ну а потом я немножко вам расскажу о опыте своего пользования. Просто нажимаешь тормоз и просто катишься на заднем тормозе, вообще не хватает его, просто такой грунт скользкий, что сейчас порой только шипы одевать и ехать, вот просто качусь. Вообще огонь. Ну вот доехали на горочку, горочка более-менее не такая крутая, ну как бы все равно тяжело идти по грязи, местами надо конечно пробуксовывать мотоцикл. А так в целом неплохо, хорошо что у нас сейчас осень, вся трава спала, обычная у нас трава, она прям по руль, и ничего не видно, катаемся только по трассам. А вот осенью и весной кайфуем. Вот он весь кайф осени, просто можно ехать куда захочешь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну как вы видите мотоцикл очень управляемый, это первая передача, очень тяговая передача. И управление очень легкое, потому что мотоцикл весит 80 килограммов все-таки, это на 20 килограммов меньше чем профессиональный мотоцикл для эндуро. И это очень дает о себе знать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что я вам могу рассказать про этот мотоцикл? Мотоцикл изначально позиционировался как trail bike, прогулочный мотоцикл. Это даже можно сказать, что это не мотоцикл, потому что это и не питбайк и не мотоцикл, то есть это что-то между ними среднее, потому что до полноразмерного мотоцикла он не дотягивает, но он больше чем питбайк. Весь прошлый сезон я катался на нем. Ну кто скажет, что это мотоцикл игрушка, может быть он и будет прав, но тем не менее на этом мотоцикле я заехал на один из вулканов в Камчатке, это вулкан Горелый, заехал с первого раза. Ребята мне говорили потом после этого, что не каждый на профессиональном мотоцикле с первого раза заезжал на этот вулкан. Да, конечно же у этого мотоцикла есть ряд минусов, но также есть плюсы. Из плюсов это то, что он легкий, то что он на первой передаче тяговитый, мало ест топлива, просто в управлении и я вам скажу, что за два года его использования у меня практически ничего не сломалось. Ну, руль я сломал, заменил, заменил цепь, потому что цепь растянулась, сзади крыло сломал, заделал его в принципе. Больше здесь нечему ломаться, потому что здесь больше нет никаких выступающих частей и гарды ставятся, это понятно, эндуро все-таки, лес, трава, камни, деревья. А в целом этим мотоциклом я доволен, потому что он меня ни разу не подводил, даже в самых дальних путешествиях. А также в этом году на этом мотоцикле я ездил и снимал гонку по Hard Enduro Rally. Эта гонка называется Bear Trail с медвежьей тропой, можете у меня на канале в видео ее найти, посмотреть. Гонка интересная, это за этот сезон самая серьезная гонка на Камчатке. То есть их было несколько штук, но это самое серьезное, самое интересное. Стартовало около 30 участников, финишировало там порядка десятка. Все остальные сошли, потому что у кого-то мотоцикл был сломан, кто-то просто не смог проехать, потому что такие подъемы и спуски были, конечно, чумовые. Но на этом мотоцикле я проехал практически всю трассу. Конечно, где-то объезжал, чтобы быстрее доехать и снять, как ребята штурмуют эти сложные участки. Но в целом на этом мотоцикле я проехал и достаточно-таки доволен. Потому что на КТМе я бы не смог проехать, так как у меня еще мало опыта и я плохо езжу на профессиональном мотоцикле. Но учусь и надеюсь, что в следующем году я вам покажу блоги уже с этого мотоцикла и поедем в несколько интересных мест. Ребята уже запланировали серию экспедиций по Камчатке дальних. И это будет интересно, увлекательно и познавательно. Ну вот теперь расскажу о его минусах, о минусах этого мотоцикла. Первый очевидный минус это, конечно же, подвеска. Подвески нет вообще, от слова совсем. То есть на нем стоя и то иногда ты пробиваешь подвеску, потому что она просто не отрабатывает, не отрабатывают твои ноги. Также из минусов это, конечно, гнущиеся вот эти алюминиевые обода. Да, обода алюминиевые стоят, что значительно уменьшает вес мотоцикла. Но я уже в некоторых местах пробил их и они загнуты. Ну, благо, мотоцикл не на большие скорости рассчитан. Я замерял максималку 52 километра по прямой на четвертой передаче, по асфальту он едет. То есть мотоцикл не едет от слова скорость, это не к нему. Этот мотоцикл предназначен для работы вот по лесу, где мы сегодня катались. Я вам показывал места. То есть на первой передаче, на второй. Первая в горку это его рабочая передача. Вторая где-то где есть возможность разогнаться. Потом еще из минусов я заметил, когда ты ездишь по воде, так как у него свечка зажигания вот с этой стороны находится. Она висит очень низко, ее заливает водой от колеса. И, соответственно, мотоцикл глохнет. Приходится выезжать из лужи, выталкиваться, заводиться, ехать. Ну, вот тут то, что у него электроника размещена здесь. Я вот придумал такой щиточек. Сам выпилил его, приделал на болты. В принципе, это спасается. К электронике претензий нет. В том следующее, как я вам говорил, про фильтр. Обязательно используйте сеточку, чтобы ваш мотоцикл не наелся грязи. Ну, и уменьшился его моторесурс. Да, какой моторесурс я не знаю. То есть счетчиков у меня нет. Я не засекаю, сколько я ездил. Я просто меняю масло где-то в сезон два раза. Все. Лью матюль. И больше я ничего здесь не обслуживаю. То есть цепь смазываю, ролик натяжителя смазываю и дальше просто еду. Еще какой минус, значит, ну, понятно, что у него нет сцепления. То есть где-то на горках, на затычных, когда ты встаешь, на первые начинаешь трогаться. Соответственно, сцепление буксует, мотоцикл начинает греться. Прямо было несколько раз, когда я заезжал в крутые горки, заташнивал. И прям перегревал мотоцикл, начинало из сапуна дым идти. То есть сцепление горит, жгет масло. Соответственно, это масло потом идет у вас на смазку цилиндропоршневой группы. Это плохо. На сцеплении как-то можно это все лавировать. Вот здесь, соответственно, автоматика стоит, которая сама разжимается только при определенной скорости колеса, когда оно уже крутится. Ну, и, соответственно, ты добавляешь газ. Ну, такой нюанс, да, заводить его нужно. То есть если ты заглох где-то, ну, упал, заглох мотоцикл. Бывает такой, глохнет он. Заводить его нужно только с нейтралки. То есть передача-то он не заведется, потому что колесо проворачивается. Естественно, заискать его не можешь. Но отсутствие сцепления механического это большой плюс в том, что даже где-то на каких-то затычных местах ты останавливаешься на любой передаче и ты можешь стоять. И также ты можешь трогаться с любой передачи. Ну, благо, если позволит там прямая, можно и на четвертой тронуться, он поедет. Ну, то есть очень хорошо, что не надо постоянно его кикать, заводить. Хотя к фикс-стартеру претензий никаких нету, потому что заводится он очень плавно, очень легко. Даже я заводил его рукой, пробовал. И это действительно так. В целом данный мотоцикл подойдет начинающему человеку, который хочет кататься на мотоцикле, привыкнуть к мотоциклу, понять его динамику, как он ездит и начать уже какие-то эндуро, легкие маршруты ездить. То есть этот мотоцикл незаменим. По поводу веса скажу сразу, производители пишут, что там не больше 80-90 килограмм, я вешу 100. То есть я на этом мотоцикле спокойно езжу, он не развалился подо мной, ничего не отвалилось, ничего не загнулось. Ну, на этом наша покатушка сегодняшний небольшой обзор заканчиваем. Подписывайтесь на канал, катайтесь, любите эндуро. Увидимся! Продолжение следует...